всем привет вы на канале мотосибирь сегодня у нас видео бюджетный кроссовый мотоцикл или эндуро для кого как по мне так вообще два в одном с птс motoland xr lite версия light подешевле значит оптимизирован чтобы максимально удешевиться дать возможность покупателю купить за небольшие деньги продукт который будет ездить по пересеченной местности который относительно неплохой конечно во многих моментах по сравнению с более дорогими конкурентами есть куда расти но если все-таки рассматривать его как мотоцикл который будет просто перевозить с точки а в точку б и там дорог нет без какой-то сумасшедшей нагрузки без каких-то прыжков мотоцикл на ежедневной эксплуатации там где нет дорог альтернатива минску яви и тому подобное на старый лад только в новом китайском обличье примерно такой смысл хоть и выглядит как кросс или эндуро но большинство все равно покупает его примерно для заменяющих вот таких же целей и глупец тот кто думает что он покупает себе полноценный кроссовый мотоцикл который будет переваривать сумасшедшие нагрузки и по факту все те кто думает так это будет огромная их не ошибка выхлоп послушаем и заглушим очень неплохой окрас мне очень нравится как смотрится также могут подчеркнуть что достаточно очень неплохой пластик для своего бюджета данная модель стоит ниже 150 тысяч рублей по факту хотя есть птс и нужно сказать что среди бюджетной техники этот вариант очень даже неплохой и стоит его рассмотреть если у вас там 130 тысяч рублей вы думаете что же что же что же взять что же взять и будете поливать по пересеченной местности то в принципе очень неплохой вариант у нас не можно сказать что это эндуро сидение хотя я думаю что оно далеко не кроссовое сидение но и не очень сильно эндуро такой универсальный так скажем седьмого универсальная еще и с возможностью двух пассажиров брать на себя посадка для второго пассажира имеется и имеется подножки правда конечно держаться не за что но вот здесь сзади есть в конструктиве дуга также есть дополнительное крепление для возможности установки полноценного багажника типа ну да купи сам если тебе надо выхлоп у нас тоже дешевенький но достаточно во многих моделях бюджетных такие стоят и особо голову не греет вот больше всего хлебки подводят но по факту глушитель очень даже неплохо во первых звучит а во вторых достаточно долго эксплуатируется по сидению хотелось бы наверное подчеркнуть что это противоскользяшка здесь такая пупырка жесткая резиновая это не кожа это просто вот резина фактически так скажем и посадка на если брать все таки как кроссовый мотоцикл то гораздо удобнее если брать полноценный эндуро конечно неудобно что уж там говорить тащит эту конструкцию нас четырехтактный мотор два клапана на цилиндр мотор 165 хотя и засунули сюда карт pz30 который кстати очень неплохо справляется со своей задачей здесь тридцатка но она такая бюджет ненькая без ускорительного вала без увеличенной подачи без ничего но работает очень даже неплохо на верхах есть типа момент когда уже более пиковые обороты проходят но вращать смысла нет там на шести с половиной тысячах рублей пик мощности дальше уже чё толку вращать зачем его кормить если все равно мощности прибавляться расти мощность не будет поэтому очень неплохой вариант мотор разогнали до 7 до 17 с копейками лошадиных сил мотор переработанный есть некоторые моменты изменения которые более приятны а нежели чем старых на моторах но по факту сказать что там он супер мощный какой-то нет конечно это далеко не так классическая тормозная кочерга обыкновенные главный дальше спускаемся вниз здесь у нас прогрессия прогрессия имеет короткий ход хотя металлические штанги под большим углом стоят но все проблема в амортизаторе кстати амортизатор у нас имеет возможность регулировки достаточно длинный ход а вот его поджали и он очень неплохо себя чувствует особенно при массе до 100 килограмм если свыше 100 килограмм то ощущается так что амортизатор уже начинает не справляться поэтому особо тяжелые люди свыше 100 килограмм обратите на это внимание что по факту не совсем подходящий вариант для более тяжелых категориях граждан здесь у нас интегрирован воздушный фильтр на старый древний лад также крышка снимается но многим нравится и мне в принципе в том числе не затрудительно болты открутил отверткой сдернул воздушный фильтр обслужил все перед тобой все удобно никаких проблем не возникает также и в той же стороне установлен аккумулятор заливной электролит в комплекте сразу же все очень просто амортизаторы передние длинноходные перевернутого типа но без возможности регулировки по жесткости без травливания даже клапана нету но к ним особо вопросов нету потому что передние все таки перья научились делать дешевыми достаточно неплохими и в зависимости от того какое масло применяете можно менять также в нем уже жесткость достаточно неплохой тоже вариант по тормозам все очень даже неплохо 2 цилиндровый суппорт и спереди и сзади чему я даже очень сильно удивлен потому что сзади площадь колодки достаточно большая и работает они очень даже неплохо лучше держит даже чем у многих более дорогих версий я бы это подчеркнул машины стандартные у нас 80 100 на 21 с очень распространенным кубиком которые очень неплохо работает ну конечно шина не мега дорогая и в низкой температуре будет такая более дубовая дубить так скажем поэтому до 0 градусов можно эксплуатировать совершенно для градусов уже сразу будет заметно огромный дискомфорт здесь у нас интегрировали в раму сразу же приваренные боковые защита для того чтобы сохранить картерные части мотора плюс воткнули пыльник также отмечу пружинку и убрали абсолютно трос сцепления в другую сторону это очень грамотное правильное решение никто с этим сталкиваться не будет а тот с этим сталкиваться тот меня поймет что это гемор конкретно если постоянно там приходится менять трос сцепление за того что он просто тупо выгорел и не ходит туда-сюда кикстартер конечно же интегрирован кстати заметьте выхлоп из нержи защиткой и еще и соединительной частью жесткой еще и крепится к раме на жесткую очень неплохо сделано хотя и вариант бюджетный задний маятник металл никаких там облегченных не алюминий ничего он двухсоставной внутри сварен по жесткому имеет усилители дополнительные и к маятнику кроме как переизбыточного веса больше вопросов никаких не имеется абсолютно адекватно нормально работает и голову не греет 110 100 на 18 заднее колесо с покрышечкой размер стандартный более чем распространенный такая же шашка тоже нейлоновая и тоже также будет замерзать низкие температуры бюджетный вариант вот этот момент напрямую посаженные именно 4 болта прикручивается звезда к заднему колесу любят не любят очень многие но в бюджетном варианте по другому особо не сделаешь замечу что внутренний размер на 12 и это уже увеличивает уменьшает вероятность того что их может срезать или что-то с ними может произойти хоть и четыре но более толстые большем диаметре поэтому здесь все равно хоть чуть-чуть но плюсик имеется разберет кстати не такой уж прям пластмассовый но будет немножко все равно побрякивать ловушка цепи конечно же говно дешевое поэтому много кто после нескольких эксплуатаций поменяет ее на более дорогую также я бы отметил что нету колесика но слюнящик имеется и вроде как попадает по направлению здесь вопросов тоже не имеем молодцы поднячу момент о том что сделали противопожарку даже там где многие не делают я первых здесь внутренняя часть закрыта здесь у нас конструктив рамы на который можно прикрутить багажник или что-то подобное очень большой плюс пласти полностью закрытый и обратил ваше внимание что противопожарка на баке тоже есть бак 6 половиной литров думаю на 150 километров среднем он будет хватать кому-то чуть меньше кому-то до 200 даже будет если будет спокойно эксплуатировать средний расход топлива порядка трех с половиной четырех литров на соточку но кто-то конечно будет потихоньку и будет меньше но счет я сомневаюсь честно говоря самое удивительное что воткнули разноширый руль gpx сцепление с выгибом для возможности установки зеркал но зеркал в комплекте нет также нужно подчеркнуть что к сожалению нету панели приборов и счетчик моточасов докупи отдельно даже так то есть на всякую хрень типа деньги можно тратить а на счетчик моточасов типа нахрен надо очень интересное мнение кто собирал этот мотоцикл в скопе и решал что будет в комплектации а что нет с выгибом и с возможностью регулировки обновленная тормозная система спереди очень неплохо работает маленькая кошка слава богу и ему этой новой новому формату никаких особых негативных моментов мы не наблюдали так здесь у нас электро стартер и глушение всего две кнопки больше ничего нету зубодробилка защищена вот таким вот сверху очень кстати неплохой мягенький и очень хорошо крепится хоть и старые дешевые но они не нравятся чем многие обновленные здесь на замок зажигания фара у нас стандартная и также не удосужились воткнуть сюда светодиодную лампу хотя там разница уже копейки там несколько 200 рублей разница между светодиодой даже не так недорогой лампой и обыкновенной цокольный ну конечно тоже не очень момент этот ну ничего не поделаешь вот такой вот классненький аппаратик с птс очкой кому будет необходимо отправим любой регион на самых выгодных условиях также нашем официальном сайте motosibir55.ru можно пройти в раздел на главную страницу и подать заявки в 10 различных банков и приобрести технику не выходя из дома дистанционно подавайте заявки смотрите предложения надеюсь они вам понравятся также все те кто захотят приобрести технику за собственные средства могут воспользоваться оплатой 20 80 20 процентов при заключении договора купли-продажи затем отправка и 80 процентов по факту прибытия ваш регион приехала техника оплатили забрали груз очень все просто и легко пишите звоните кому будет необходимо вас отправим компактная достаточная упаковка до владивостока доезжает за шесть тысяч рублей 6 200 примерно такой поэтому хоть и мотоцикл не маленький но доставка в среднем пока еще стоит приемлемых денег спасибо что были на нашем канале ставьте лайк делитесь этим видео может быть все таки кто-то захочет посмотреть себе не дальше не недорогой бюджетный кросс эндуро мотоцикл с pts и если не видел это видео то обязательно скиньте ему пускай посмотрит может быть все таки и купит именно эту модель всем всего доброго все пока